Привет, друзья! В продолжении темы морского аквариума хочу поговорить сегодня с вами о кальциевых мешалках или как их еще называют мешалки и гидроксиды кальция. Вот такая вот нарядная мешалочка крутится. Сейчас буквально в двух словах расскажу вообще, зачем это нужно, если, например, вы новичок или не в теме. Существуют разные пути поднятия уровня кальция в морском аквариуме, который постоянно падает. Кальция расходуется на рост кораллов. И такой наиболее распространенный путь – это установка кальциевого реактора. Кальциевый реактор – это некоторая колба, куда засыпается коралловая крошка, там скелеты кораллов, через которые пропускается вода с углекислым газом. Углекислый газ понижает pH воды, значит, этот самый карбонат кальция начинает растворяться и поставляет в воду гидрокарбонат ионы и ионы кальция. Но поскольку вся эта ботва работает на углекислом газе, pH понижается, из реактора у вас и выходит подкисленная вода. Вот чтобы компенсировать эту самую подкисленную воду, в пару к кальциевому реактору, как правило, ставится мешалка кальквасера. Представляет она из себя такую вот колбу. Здесь сверху установлен этот самый мотор. К мотору приделан вал и такие вот крылышки, крыльчатка. В колбу засыпается определенное количество гидроксида кальция. Вот по маленькой такой худенькой трубочке подается осмос сюда вниз. И лишняя вода, которую ты сюда подаешь, лишняя вода стекает тебе в аквариум. Почему эта хрень нужна вообще? Почему нельзя просто кальций, ну вот и гидроксид кальция этот насыпать в аквариум? Потому что у него есть определенный предел растворения. Вот это устройство, да, я говорю, называют мешалка кальквасера. Кальквасер это с немецкого языка кальциевая вода. То есть, грубо говоря, здесь определенная часть объема лежит самого порошка, который не растворяется в воде, не растворился пока что, да. Сверху этот объем заполнен водой, насыщенной ионами кальция и гидроксидными ионами, да, ионами ОАЖ. Вот, которые поднимают ПАЖ, собственно говоря. И эта вот вся жижка стекает вам в аквариум и поднимает уровень кальция. Пару слов хочу сказать о выборе размера мешалки для вашего аквариума. Поскольку через мешалку ты прокачиваешь пресную воду, то вода эта на самом деле берется через от автодолива, вернее, в компенсацию испарившейся. То есть, у тебя испаряется, например, литр воды, срабатывает устройство автодолива, которое ты, трубку от которого подключаешь к мешалке, эта пресная вода, осмос этот проходит, да, и, ну, до датчиков наливает тебе, соответственно, воду, да, растворы. Если у тебя гигантский аквариум с огромной площадью поверхности, у тебя там в час испаряется 5 литров, тебе нужна большая мешалка. Все просто. Если у тебя аквариум там на 200 литров, то тебе нужна самая маленькая мешалка, потому что у тебя там 5 литров испаряется за целый день. Вот. И еще хотел бы сказать о правилах таких монтажа. Не рекомендуется устанавливать мешалку рядом с возвратной помпой, вообще с помпами, потому что там кальций, он, поскольку в этом растворе очень высоко, ну, концентрирован, да, на пределе своей растворимости, то роторы помп могут обрастать, грелки там, роторы помп могут обрастать кальцием, поэтому лучше трубочку слив отводить куда-то в сторонку от помп течения, а лучше в то место, где у тебя сливается, подастся кальциевого реактора. Надеюсь, мой моднейший ликбез вам понравился. Если вы желаете видеть в подобном формате видосы, пишите мне обязательно в комменты, какую тему вы хотели бы, да, посмотреть, послушать. От меня непременно ставьте лайкосы, это прям пишите комменты и делайте подписку. Говорят, это плюсуют карме просто какие-то невероятные очки. Все, увидимся в новых видосах. Чао, какао, пока.